Числовые промежутки Находить их пересечения и объединения. Сначала вспомним, как выглядят равенство, неравенство и уравнение, сопоставив название с данными выражениями. Равенство – выражение номер 3. Неравенство – выражение номер 1. И уравнение – выражение номер 2. Дадим определение. Равенство – числовые математические выражения, соединенные знаком равно. Уравнение – это равенство, включающее в себя переменную. А неравенство – математические выражения, соединенные знаками больше, меньше, меньше либо равно и больше либо равно. Вспомним виды неравенств. Неравенства могут быть строгими. Такие неравенства составлены с помощью знаков больше или меньше, не строгими. Неравенства составлены с помощью знаков больше или равно или меньше либо равно. И двойными вместо двух неравенств – х меньше а и а меньше у – употребляется запись – а больше х, но меньше у. В математике, как вы знаете, используются математические модели. Алгебраические или аналитические. Сюда входят числовые равенства, уравнения и неравенства. Словесные – это словесное описание реальной ситуации. Графические или геометрические, а это схемы, графики и чертежи. На примере сопоставим словесную, аналитическую и графическую модели. Словесная – б больше а. В аналитической модели вместо слова больше используем математический знак больше. Геометрическая модель выглядит так. И описание геометрической модели. Точка с координатой b лежит правее точки с координатой а. В математике, как вы знаете, используется координатная прямая, которая дает нам возможность свободно переходить от одной математической модели к другой. Каждому числу на координатной прямой соответствует единственная точка. Образно выражаясь, координатная прямая – это густо заселенный дом. Жильцы этого дома – точки. А координаты точек – это номера квартир, в которых живут точки жильцы. Пусть на координатной прямой отмечены точки а и б. Причем а меньше числа b. Множество чисел, удовлетворяющих условию х больше а, но меньше b, называют интервалом и обозначают так. Вы видите на экране. Вот геометрическая модель этого числового интервала. Кроме числовых интервалов существуют числовые отрезки, полуинтервалы, числовые лучи, числовые открытые лучи и числовая прямая. Все они называются числовыми промежутками. Думаю, что пока все сказанное мною непонятно. Что же такое числовые промежутки? Попробуем разобраться вместе. Пусть на координатной прямой отмечена точка а. Рассмотрим все точки, которые лежат на прямой правее точки а и отметим соответствующую часть координатной прямой штриховкой. Это множество точек называют открытым лучом и обозначают вот так, где знак, который вы видите, называется плюс бесконечность. Характеризуется неравенством х больше а. Под х понимается любая точка луча. Обратите внимание, точка а открытому лучу не принадлежит. А если эту точку надо присоединить к открытому лучу, то пишут х больше либо равно а. Или, как видите, луч от а до плюс бесконечности перед а ставят не круглую, а квадратную скобку. А на чертеже такую точку обозначают не светлым, как на предыдущей геометрической модели, а закрашенным кружком. Про множество точек первой строки говорят, что это открытый луч. Для множества точек второй строки употребляют термин луч, но без прилагательного открытый. Пусть на координатной прямой отмечена точка а. Рассмотрим все точки, которые лежат на прямой левее точки а. Отметим соответствующую часть координатной прямой штриховкой. Это множество точек также называют открытым лучом и обозначают вот так. Где знак, который вы видите, читается минус бесконечность. Оно характеризуется неравенством х меньше а. Снова обращу ваше внимание на то, что точка а открытому лучу не принадлежит. Если же мы эту точку хотим присоединить к открытому лучу, то будем писать х меньше либо равно а. Или, как вы видите, интервал от минус бесконечности до а. И, соответственно, на чертеже точку а будем закрашивать. Для этого отрезка также употребляется термин луч. Пусть на координатной прямой отмечены точки а и б. Причем а меньше б, то есть точка а расположена на прямой левее точки б. Рассмотрим все точки, которые лежат правее точки а, но левее точки б. И отметим соответствующую часть координатной прямой штриховкой. Это множество обозначают так. Оно характеризуется строгим двойным неравенством х больше а, но меньше б. Если к нашему интервалу добавить его концы, то есть точки а и б, то получится отрезок а, б, который характеризуется нестрогим двойным неравенством. Х больше либо равно а, но меньше либо равно б. Обратите внимание, в обозначении отрезка используются не круглые скобки, как это было в обозначении интервала, а квадратные. На чертеже точки а и б отмечены темными кружками, а не светлыми, как это было в случае интервала. А что получится, если к интервалу от а до б добавить только один конец? Только точку а или точку б. В нашем случае добавлена точка б. Получится полуинтервал, который обозначают, как вы видите на экране, и который характеризуется с помощью двойного неравенства х больше а, но меньше либо равно б. Итак, мы ввели пять новых терминов математического языка. Отрезок, интервал, полуинтервал, луч, открытый луч. Запомни их! Есть и общий термин – числовые промежутки. Сама координатная прямая тоже считается числовым промежутком. Для нее используют обозначение. Числовой промежуток от минус бесконечности до плюс бесконечности. Думаю, что теперь стало понятнее. Это была теория. Но ведь верно говорят, на примерах учатся. Сделаем это и мы. Упражнение номер один. Изобразите на координатной прямой множество чисел, удовлетворяющих неравенству, и укажите промежуток, назвав его. Мы видим неравенство х больше 14. Соответствующая геометрическая модель. Неравенство строгое. На геометрической модели кружок светлый. Итак, это открытый луч от 14 до плюс бесконечности. Скобка около 14 круглая. Упражнение номер два. Новое неравенство. Х меньше либо равно минус 9. Неравенство не строгое. Точка минус 9 теперь темная. Мы видим луч от минус бесконечности до минус 9. Около минус 9 скобка квадратная. Говорят, входящий элемент. Новое неравенство. Двойное. Х больше минус 2, но меньше 9. Соответствующая геометрическая модель. Мы видим интервал от минус 2 до 9. Задание номер 4. По данной геометрической модели необходимо указать соответствующий числовой промежуток и назвать его. На геометрической модели мы видим отмеченную точку минус 5. Она отмечена темным кружком. И мы видим луч от минус 5 до плюс бесконечности. Рассмотрим следующую геометрическую модель. Мы видим полуинтервал от минус 13 до 4. Минус 13. Точка темная. Скобка квадратная. 4. Точка светлая. Скобка круглая. Иногда такие точки называют темную, закрашенную, не выколотой, а светлую, выколотой. Так иногда говорят математики. И мы видим новую математическую модель. Эта геометрическая модель соответствует открытому лучу от минус бесконечности до 19. Изобразим на координатной прямой промежуток и назовем его. Что мы видим? Мы видим с вами полуинтервал от 3 до 8. Обратили внимание на скобки и точки. Изобразим еще один промежуток. Это отрезок от 1 до 6. И последний промежуток. Мы видим открытый луч от минус бесконечности до минус 8. Заполним таблицу и проверим ее. В первой строке мы видим обозначение промежутка. Соответствующая геометрическая модель. Аналитическая, это неравенство, х меньше либо равно 3. Мы видим луч от минус бесконечности до 3. Посмотрим на геометрическую модель строчки номер 2. Что это? Неравенство, х больше либо равно минус 3, но меньше либо равно 4. Отрезок от минус 3 до 4. Строка третья изобразим. Изображаем интервал от минус 7 до минус 2. Модель. Это двойное неравенство. Строгое напомню. Х больше минус 7, но меньше минус 2. Промежуток выглядит так. Используем круглые скобки. Неравенство, х больше 5, отобразим на координатной прямой. Запишем промежуток и назовем открытый луч от 5 до плюс бесконечности. Следующая геометрическая модель соответствует неравенству, х больше либо равно минус 6. Скобка теперь около минус 6 квадратная. Это луч от минус 6 до плюс бесконечности. По промежутку получаем геометрическую модель, аналитическую модель. Что это? Интервал от минус 2 до 6. Изображаем открытый луч. От минус бесконечности до 4. Наше неравенство. Х меньше 4. Промежуток. От минус бесконечности до 4. Это открытый луч. Помним. И последнее двойное неравенство. х больше минус 5 и меньше либо равно 8. Вы помните, какую точку мы с вами оставим светлой, а какой темной? Проверим. Минус 5 светлая. 8 темная. Что это? Это полуинтервал. От минус 5 и до 8. Надеюсь, что теперь все стало абсолютно понятным. Продолжим наш урок. И вспомним, что является пересечением и объединением множеств. Пересечением двух множеств называется множество, состоящее из всех общих элементов этих множеств. На схеме, называемой кругами Эйлера, это общая часть. Ну, например, множество А и Б обозначается так. А пересекает Б. Вы видите знак пересечения. Объединением двух множеств называется множество, состоящее из всех элементов, которые принадлежат хотя бы одному из этих множеств. Объединение множеств А и Б обозначается так. Вы видите знак объединения. В словесной модели при пересечении двух множеств используется союз И. При объединении союз ИЛИ. Например, найдем пересечение и объединение множеств, состоящих из букв слова «геометрия» и букв слова «география». Общими элементами множеств являются буквы Г, Е, О, Р и Я. В первое множество входят еще буквы М и Т, а во второе – А и Ф. А значит, пересечение этих множеств состоит из букв Г, Е, О, Р и Я. Объединение из букв Г, Е, О, М, Т, Р, И, Я, А, Ф. Так выглядят пересечения и объединения двух множеств на схемах. Рисунок первый. Пересечение множеств А и Б. Объединение множеств А и Б. Рисунок второй. Пересечение множеств А и Б нет. То есть ответ – пустое множество. А объединение множеств А и Б выглядит вот так. Рисунок три. Пересечение множеств А и Б является само множество Б. А объединение – само множество А. И снова к примерам. Выполним несколько упражнений. Используя координатную прямую, найдем пересечение и объединение промежутков. Упражнение А. Вы видите два открытых луча. Изобразим их на координатной прямой. Один и второй. Пересечением их является тоже открытый луч от трех до плюс бесконечности. А объединение – открытый луч от минус двух до плюс бесконечности. Задание Б. Мы видим два отрезка. От одного до пяти и от трех до семи. Изобразим оба отрезка на координатной прямой. Пересечением их является тоже отрезок. От трех до пяти. А объединением – отрезок от одного до семи. Упражнение В. Перед нами снова два отрезка. Изобразим оба отрезка на координатной прямой. Пересечения нет. А значит, пересечением данных отрезков является пустое множество. А объединение так и останется. Объединением двух отрезков. Отрезка от нуля до четырех и от шести до десяти. Выполним еще одно задание. Запишем только пересечение промежутков по обозначению на координатной прямой. И проверим ответы. Ответ задания первого – это полуинтервал от минус восьми до трех, включая минус восемь. Иногда говорят и так. Рисунок два. Ответ. Открытый луч от пяти до плюс бесконечности. Третий. Ответ. Луч от минус бесконечности до шести. Ответом к четвертому является отрезок от минус трех и до шести. И последнее, пятое упражнение. Его ответом является интервал от четырех до девяти. Все получилось? Итак, мы на нашем уроке ввели понятие числового промежутка, рассмотрели виды числовых промежутков, повторили пересечения и объединения множеств, научились изображать на координатной прямой числовые промежутки и находить их пересечения и объединения. Есть такое изречение. Учиться – все равно, что грести против течения. Только перестанешь, и тебя гонят назад. Чтобы этого не случилось, вам надо обязательно закрепить пройденный материал самостоятельно. А наш урок закончен. Я рада была вам помочь разобраться с новой темой. До свидания!